Ты уже завяжешься этим делом. Мой ответ – никогда. Ведь люди умирают значительно быстрее, когда они остаются без дела. Поэтому для меня все очень просто. Я люблю работать и я люблю тренироваться. Мое имя – Санни Брайт-младший. Мне 70 лет, если это имеет для кого-то значение. Тренируйся уже 27 лет. А начал я, когда мне было 44. У меня был не самый удачный брак. И, в общем, чтобы снимать весь этот стресс, я начал ходить в спортзал. Когда я туда пришел, я ничего не знал о тренировках. Я не знал вообще, как подойти к железу. Но все равно я туда поперся. И раз за разом что-то пробовал, экспериментировал. А 11 месяцев спустя Бог сказал мне – Санни, ты будешь выступать? Я его спросил, что серьезно? И он ответил – да, ты готов. И я отправился в Коламбус, Джорджия. Это был мой первый турнир. И понятно, что я в жизни ни в чем подобном не участвовал. На том турнире я занял четвертое место среди мастеров. И с тех самых пор я стал просто одержим бодибилдингом. Окрыленно я вернулся домой со своим трофеем. Я в жизни ничего не выигрывал, а тут такое. Тогда я раз и навсегда решил во что бы то ни стало стать бодибилдером. Среди людей есть такое заблуждение, что возраст делает тебя старым. Я же осознал с годами, что именно состояние твоего мышления заставляет тебя стареть. Просто с возрастом люди становятся ленивыми. Они как одержимые ждут эту гребаную пенсию, лишь бы ничего не делать. Многие старики мне говорят – ты типа поживи с мою, а потом поговорим. На что я им отвечаю – я и так уже старше, чем ты. И это, конечно же, вводит их в ступор. Я постоянно пытаюсь достучаться до них и объяснить им, что именно их мысли и физическая пассивность делают из них стариков. И то, о чем мы часто думаем, впоследствии перерастает в наше подсознание и становится как бы неоспоримой истиной. Если вы постоянно думаете о том, что вы старый, жалеете себя, ваше подсознание это примет, примет за истину. И когда это произойдет, ваше тело начнет реагировать на это. И вы начнете вести себя как старик. Даже физически начнете чувствовать себя как старик. И все. Вы превращаетесь в старика. Я, например, никогда не приму мысль о том, что я старик. Вы можете мне не верить, но я вообще не ощущаю свой возраст. Я честно вам говорю. Я не чувствую разницы между тем, как я начинал тренироваться в 44 и тем, как я чувствую себя сейчас. Ничего не изменилось годами. Мне бы хотелось, чтобы люди узнали обо мне, посмотрели, что я делаю. И главное, чтобы они поняли, что это можно делать. И они тоже это могут. Мне бы очень хотелось стать примером для этих людей. Я бы хотел, чтобы они смотрели на меня и задумывались. Чтобы они что-то меняли в своей жизни. Как это ни странно звучит, я очень часто встречаю молодых парней, которые старее меня.